Всем привет! Меня зовут Екатерина. Сегодня мы совершим экскурсию в научную лабораторию и познакомимся с оборудованием для проведения исследований. Сейчас мы увидим с вами увеличительное стекло, лупу. В данном случае мы видим семена, которые можно увидеть ближе, то есть приводить с ними манипуляции. Для того, чтобы видеть такие маленькие элементы, более лучше их рассматривать, используется электронное увеличительное стекло. Это мы с вами видим два варианта различного увеличительного стекла. У нас это масс-спектрограф. До того, как делать это видео, я не знала о том, что это такое и для чего применяется масс-спектрограф. Масс-спектрограф позволяет определить распределение вещества в зависимости от его массы. В данной лаборатории масс-спектрограф используется для рассмотрения пигментов в листьях растений и выявления типа хлорофила А или Б. Так как я занимаюсь исследованиями в другой области, поэтому мне не было известно данный метод научного исследования. Следующие это у нас материалы, которые имеются в лаборатории. Они должны всегда находиться в сухом месте, они должны быть чистыми, не должно быть осколков. Так же материалы, если они будут плохо подготовленными, то могут быть получены некорректные научные результаты. Вот для меня было то, что очень интересным, то, что я об этом тоже не знала до того, как делать это видео, это о том, что существует терминатор семян. Значит, это устройство, которое позволяет, необходимо для прорастания семян. Значит, там создается среда, температура, влажность, свет. И данные условия они контролируются учеными. Значит, и ученые наблюдают, в каких условиях лучше происходит произрастание семян того или иного вида. Это у нас снова материалы. Значит, они могут быть, как видно из этикеток, токсичными, ядовитыми. Обязательно на всех материалах должна быть этикетка. Если на материале нет этикетки, то с таким материалом работать в лаборатории нельзя. Со всеми материалами, которыми работают ученые в лаборатории, существует определенный регламент работы. И когда проводятся исследования, то все действия, которые проводят ученые, они регламентируются регламентом. То есть обязательно нужно использовать перчатки для того, чтобы проводить научные исследования с такими материалами. А это у нас с вами прибор для измерения маленьких веществ. Полностью вакуумный аппарат, который туда не попадает воздух, для того, чтобы получить наиболее точные данные о научном эксперименте. Следующий это герминатор семян, но более большой и современный. В нем можно устанавливать не только температуру, но и влажность. Субтитры сделал DimaTorzok Также каждая лаборатория должна быть оснащена таким вот душем. В случае, если токсические ледовитые вещества попадают на кожу человека, в основном попадает, иногда такое случается, попадает на лицо, либо на волосы, то нужно быстро использовать такой душ. Душ Спасибо вам большое за такой конкурс. Благодаря этому конкурсу у меня также предоставилась возможность узнать много нового и интересного. Всем пока-пока! Конечно же, лаборатория очень большая, в ней много другого оборудования очень интересного, но вот эти материалы наиболее используемы в этой научной лаборатории. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok